Взгляд офицер МЧС до последнего спасал людей во время пожаров в Казани Л. Офицер МЧС до последнего спасал людей во время пожаров в Казани 13 марта 2015 года, 19.45 фото, МЧС России текст, Роман Критсул Число жертв крупного пожара в Казани выросло до 15, но без вести пропавшими числятся еще 17 человек Среди погибших, чьи тела обнаружены, командовавший группой пожарных подполковник МЧС Сергей Костин Он лично успел спасти несколько человек, прежде чем на его группу обрушились перекрытия И раньше он уже по крайней мере однажды рисковал жизнью ради спасения людей Спасатели продолжают работу на месте пожаров ТЦ «Адмирал» в Казани Извлечены уже 15 тел погибших, под завалами могут оставаться еще 17 человек С начала спасательной операции числились без вести пропавшими 32 человека К настоящему времени извлечены 15 погибших Минус сообщил представитель ГУ МЧС по Татарстану, передает РИА новости Тело погибших, чья личность установлена, начали отдавать родственникам Сейчас опознаны 8 жертв Некоторых погибших опознают только после генетической экспертизы Одним из погибших, чью личность установили почти сразу Оказался начальник смены службы пожаротушения Подполковник республиканского главка МЧС Сергей Костин Он прибыл на место пожара одним из первых и успел спасти нескольких людей Сергей Костин возглавил звено спасателей и вошел в горящие здания Пожарные успели эвакуировать несколько человек, когда Костин обнаружил повреждения строительных конструкций кровли и дал починенным команду на экстренный выход из здания Сам уходил последним В какой-то момент начали рушиться перекрытия, и пожарным пришлось уходить через разные выходы Командиры звена не дождались Во время проверки связи с боевыми участками и должностными лицами гарнизона пожарной охраны Заместитель начальника СПТ и паср в Куцукс Начальник дежурной смены подполковник внутренней службы Костин С.А. На связь не вышел, минус сообщили в ведомстве Искали всю ночь, до последнего не теряя надежду, что Костин жив Место, где находился подполковник, определили при помощи мобильного телефона В этом помог сотовый оператор Было сразу понятно, что он под завалами, но до последнего надеялись на чудо Однако чудо не случилось, минус приводит Слова источника в правоохранительных органах Тело офицера было обнаружено в пятницу утром По словам коллег погибшего подполковника, он любил свою работу и был настоящим специалистом своего дела У него остались двое детей, мальчик и девочка Сергей Алексеевич Костин родился 22 июня 1965 года Окончил Ивановское пожарное техническое училище МВД СССР Работал в пожарной охране с 1988 по 1989 год Затем с 1994 до дня своей гибели Подполковник Костин не в первый раз спасал людей, рискуя жизнью В октябре 2012 года, когда правоохранительные органы Казани вступили в боестолкновения с террористами Костин участвовал в операции по эвакуации жителей дома номер 25 по улице Химиков Рискуя жизнью, спасатели спасли 47 человек, в том числе шестерых детей Пожар в Казанском торговом центре «Адмирал» вспыхнул в среду Пламя распространилось на площадь 4000 квадратных метров Произошло обрушение конструкции В настоящее время пожар потушен Спасатели продолжают поисковые работы Одной из причин трагедии стало то, что о пожаре заявили поздно По данным ведомства, охранник кафе, где, по предварительным данным, началось возгорание, заметив замыкание электропровода, не сразу сообщил о пожаре, а пытался потушить его самостоятельно В то же время следователи рассматривают несколько версий трагедии, в том числе поджог конкурентами из других торговых комплексов Также представители МЧС заявляли о многочисленных нарушениях требований пожарной безопасности в торговом комплексе В частности, там были надстроены металлические антресоли, а предел огнестойкости металлических конструкций составлял всего 15 минут По данным МЧС, после начала пожара металлические конструкции сразу завалились и перекрыли людям пути эвакуации Ведомство отмечает, что к тому времени, когда охранник вызвал пожарных, уже были открыты наружные двери, от притока воздуха пожар получил быстрое распространение И огонь зашел в основное здание торгового центра Суббота, 14 марта, объявлена в Татарстане днем траура Текст, Роман Крецул